Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас очередное, седьмое и очень распространенное возражение из серии «Работа с возражениями». 27 лет назад наставники учили нас, что тот, кто действительно знает про Amway, тот строит этот бизнес. А те, кто говорят, что знают, те просто где-то что-то слышали, весьма поверхностно, качественной информации не получали, знаниями не обладают. За долгие годы на собственном опыте я убедился, что мои наставники были правы. Я вам расскажу буквально две ситуации, вы меня поймете. У нас была назначена встреча спонсорская с одним моим партнером. Он предупредил меня, что привезет активную такую девушку. И вот я их жду, раздается звонок. Когда я открыл дверь, на пороге стояла возмущенная такая возбужденная девушка. И вошла, посмотрела на меня и сказала, нет, я его не знаю. Тогда я сказал, друзья, объясните, что здесь происходит. И Рома мне стал рассказывать, что он договорился с ней о встрече, приехал за ней, посадил ее в машину. И как только она села в машину, стала его расспрашивать, куда мы едем, куда мы едем. А у нас было раньше такое правило, приглашать с нулевой информацией. То есть партнер знал, что он идет на деловую встречу, что там будет обсуждаться какое-то привлекательное деловое предложение. Но не больше того. И вот она стала требовать от него, чтобы он во что бы то ни стало рассказал, куда едем. Рома назвал адрес. Тут с ней произошло что-то невероятное. Она стала кричать, останови машину, я выйду, я там уже была, я не хочу туда идти, мне это не интересно. Ну, на самом деле, поэтому адрес был в мой офис. И в этом офисе, от этого офиса имеет ключи, ну, как минимум 100 человек. И кто уж там с ней встречался, понятия не имею. Рома ГПЯ ее еле-еле довез. И вот поэтому, когда она вошла, она сказала, ой, нет, с этим я не знакома. Ну, в общем, мы присели, я сказал, девушка, вы не волнуйтесь, мы вас никуда агитировать не будем, ничего вам навязывать не станем. Раз уж пришли, такую дорогу проделали, давайте выбьем кофе, пообщаемся, познакомимся. Если нас дальнейшее сотрудничество не интересует, просто разойдемся. Она немножко расслабилась, поняла, что ее здесь прессовать никто не будет. Сели, попили кофе, я, конечно, стал расспрашивать, что знала, как знала. Оказалось, как и говорили мои наставники, ничего она не знала. Где это что-то, оттуда, отсюда, подружка занималась. В общем, набор знаний так себе. Знаете, что было в конце? Она уходила, прижимая вот так, вот я сейчас помню эту сцену, вот так двумя руками она прижимала к себе стартовую папочку и была очень довольна. И второй случай могу рассказать, когда пара очень таких спортивных деловых людей, и у них прям в области спорта большой бизнес. Они готовят команды чирлидерс, вот эти вот, которые там, значит, на соревнованиях подпрыгивают девушки. И очень-очень занятые. И вот моя партнер долго-долго за ними охотилась, она тоже из сферы спорта. И никак мы не могли назначить встречу. Назначали, отменяли, назначали, отменяли. В общем, они жутко деловые. И вот однажды все-таки удалось, она их привела к нам. Они пришли, мы с женой положили перед собой четыре телефона мобильных, которые без конца позвенкивали. И только, значит, они подняли глаза, пока Элеонура готовила кофе, они вдруг увидели где-то то ли продукт амвеевский, то ли символику амвеевскую. И она говорит, не скажите только, что сейчас разговор пойдет об амвеи. Я говорю, да, а в чем, собственно, проблема? Да вы что, вы отняли у нас столько времени зря. Я уже была в амвеи, я все про амвеи знаю. И зачем это? Нужно было сразу сказать. Я бы не пришла, ваше время не потратила, свое время не потратила. Ну, в общем, вот такая вот тирада. Я говорю, да вы успокойтесь, в конце концов. Ну, ладно, сейчас вот кофе уже готов. Выбьем по чашке кофе, разбежимся, раз вы так торопитесь, нет проблем. Ну, она тоже немножко расслабилась. Элеонора принесла кофе. Мы отхлебнули по глотку. И я стал ненавязчиво спрашивать. Лица, ну, расскажи, вот где ты была, что ты делала, чем ты занималась. И тихо-тихо разговор завязался. Ну, разговор обычный, человеческий, нормальный. Она стала кое-что рассказывать. Я стал удивляться, потому что не все так работает, как она делала. Потом она мне сказала, хорошо. А уже практически я ей половину рассказал, ну, правильной информацией. Она говорит, хорошо. Раз ты такой умный и все знаешь, ответь мне на один вопрос. Почему я, которая пользовалась продукцией, поняла эту продукцию и ценила эту продукцию, почему я прекратила ею пользоваться? Я говорю, Лица, ну, ты же спортсменка, ну, ты же понимаешь силу привычки. Представь себе, что ты каждый день делаешь утреннюю зарядку, потом тяжело загреповала и целый месяц ты ничего не делала. Как тебе будет возвращаться к зарядке? Легко? Я говорю, это просто смена привычки. Как только у тебя канал пропал, поставок, ты взяла и там где-то сбоку прихватила в супермаркете, и все, одна привычка заменялась на другую. Она говорит, ну, ты какой? Ну, в общем, в результате разговора они тоже зарегистрировались. Я к чему все-таки веду, что действительно мои наставники правы. У людей есть какое-то ощущение, впечатление, так чаще всего и бывает, что они в курсе. Но, тем не менее, никогда, пусть вас это не обескураживает, и никогда не отступайте при словах, ой, я все знаю, не надо мне ничего рассказывать. Ну что ж, задавайте вопросы. Позволь уточнить, ты слышал от кого-то про нашу компанию? Ты сам пользовался продукцией? Ты был на каком-то семинаре? Ты сам строил бизнес? Какой у тебя опыт? Ну и дождитесь, конечно, ответа. Пусть он подробно расскажет, что он знает и откуда он почерпнул свои знания. Пользовался ли он продукцией? Знает ли он сам бизнес? Бывал ли на каких-то мероприятиях? Задайте больше уточняющих вопросов, чтобы выяснить, откуда у него информация. В конечном итоге вы его самого выведете на понимание, что он говорит только по наслышке, и что качественной информации и основательного какого-то знания о бизнесе и о компании у него нет. И вот когда он почувствует, что действительно он плавает в этой теме, он будет более согласен, ну более открыт к тому, чтобы получить от вас правильную информацию. И тогда предложите послушать от вас и узнать, как на самом деле устроен наш бизнес и какие, собственно, он открывает перед ним возможности и перспективы. Я часто добавляю, ты понимаешь, быть правильно информированным еще никогда никому не повредило. Даже если то, что я тебе расскажу, наше деловое предложение тебя не заинтересует, по крайней мере у тебя будет качественная, правильная информация. Ты будешь точно знать, как устроен наш бизнес и что он дает людям. Ну, во-первых, если вдруг где-то зайдет разговор, ты уже больше не скажешь глупость, потому что ты точно знаешь, как оно на самом деле. А во-вторых, может быть, тебе когда-нибудь пригодится. Ведь кто знает, жизнь-то долгая, никто же не знает наперед. Ну и вот такие вот резонные вполне аргументы обычно людей убеждают, и люди соглашаются послушать. Но если собеседник все-таки настаивает, что он все знает про Амвей и не хочет даже тратить время, чтобы еще раз слушать, я использовал разные приемы. Иногда я говорил, хорошо, давай так. Если ты утверждаешь, что ты все знаешь, прям настаиваешь на этом, давай я тебе покажу сейчас один пример из бизнес-плана. Если ты правильно ответишь на мой вопрос, я сразу же оставляю тебя в покое с Амвей и больше никогда к этому разговору не вернемся. А если же нет, то ты выслушаешь от меня подробно весь бизнес-план. Я показываю ему пример 9-процентной группы, говорю о том, что компания по 9-процентной шкале начисляет общее вознаграждение. И теперь скажи мне, чьи это деньги, кто их заберет? Ну и он смотрит, естественно, на эту схему. Вот он, первый, вот его партнеры. Я вас заверяю, 100% все говорили, заберу я. Бывали люди, которые говорили, что эти деньги должны быть поделены между всеми участниками покупок, но это были единичные случаи и не из тех, кто говорил, я все знаю, а те, которые были приглашены на спонсорскую встречу. Когда мы разбирали с ним уже подробно, что деньги достаются не ему, а что они все делятся, очень справедливые и честные, что это справедливый и честный бизнес, то это разбор этого примера становился поводом фактически рассказать ему весь бизнес-план. Таким образом удавалось его нормально проинформировать. Иногда я говорил, что он наверняка слышал про бизнес от кого-то, кто не был профессионалом. И если у того ничего не получилось, то он не может быть уверен, что получил качественную информацию, правильную информацию. Именно поэтому ему стоит сегодня услышать про бизнес от меня и сравнить с тем, что он услышит от меня, с тем, что он знал до этого. Такой прием тоже всегда хорошо срабатывал. Или когда люди были категорически настроены, вот как в случае с Лицей, я говорил, все-все, давай оставим разговор об Амвее вообще в стороне, давай просто выпьем кофе, познакомимся и разойдемся. Будем считать, что это просто была встреча ради знакомства. Собеседник расслаблялся, получив заверение, что его никто никуда агитировать не собирается, и становился открытым для беседы. Тогда я просил рассказать немножко о себе и о том, как все-таки он познакомился с Амвей, и что именно он знает. И, как правило, такой разговор плавно и ненавязчиво перетекал в презентацию бизнес-плана, и цель была достигнута, кандидат проинформирован. Если с помощью вопросов вы выясните, что он когда-то сам был зарегистрирован и пытался строить бизнес, то смотрите предыдущий пункт шестой. Задавайте вопросы, а что именно ты делал? Постарайтесь понять в его действиях, в чем была ошибка, что не соответствовало нашей системе работы. Почему осечка? Если окажется, что он просто пользовался продукцией, расспросите его более подробно, а какой продукцией пользовался? А как ты ею пользовался? Возможно, ему продали, просто впихнули, ничего не объяснив, и он неправильно ее применял. Такое, кстати, очень часто встречалось. Продукция тебе нравилась? А почему же ты перестал ее покупать? А тебе про бизнес кто-то рассказывал? Ты что, подумал, что тебе нужно быть распространителем продукции? Дождитесь ответов. Но еще раз говорю, с помощью уточняющих вопросов вы всегда сможете выяснить, почему у человека непозитивное отношение к тому, что он слышал. Это 100%. Везде были ошибки. На возражение «продукция дорогая» смотрите пункт 21. На возражение «уже поздно» смотрите ответ в пункте 5. На возражение «сам не занимался, но мой знакомый был в бизнесе, у него ничего не вышло» смотрите ответ в пункте 4. На возражение «вы старая компания» смотрите ответ в пункте 8. Если окажется, что он был однажды на семинаре, и ему не понравилось, ну такое иногда бывает, что людей приглашают сразу на семинар. Ну скажите ему, что не для каждого семинар лучший вариант для первого знакомства с бизнесом. Иногда лучше, чтобы человек уже знал о бизнесе и шел на семинар подготовленным. Часто такие люди, которые не были подготовлены, негативно воспринимают, когда на семинаре играет музыка громкая, все обнимаются, веселятся, хлопают в ладоши. Ну это может вызвать раздражение. Скажите, я тебя понимаю, а ты не мог бы припомнить, что именно тебе тогда не понравилось? И иногда, попав на такое мероприятие, люди просто даже не понимают, что происходит, и почему все такие восторженные, зачем обнимаются, целуются, чему они, собственно, радуются. Для большинства это непривычно и странно, а когда что-то странное и непривычно, то у нас вызывает отторжение. Давайте правильно познакомлюсь с бизнесом, а потом познакомлю тебя и со своими партнерами из команды. Увидишь, какие они все классные, приятные, позитивные люди. Приходи к нам в офис на чай, приходи к нам на презентацию посуды. Ну, я далек от мысли, что мы охватили все варианты ответов, но общий подход должен быть такой. Никогда не комплексуйте и никогда не думайте, если человек вам заявляет, ой, я все знаю про Амвей, не надо мне рассказывать, не будем тратить время. Никогда не думайте, что он знает. Поверьте, еще раз говорю, моему 27-летнему опыту, во всех 100% случаев люди не знали. Или вот как лица, когда-то что-то давно где-то была на каком-то семинаре. У нас есть люди успешные в нашей команде, которые были зарегистрированы в Амвей, пробыли там полтора года, ходили на собрание, ходили на обучение, ничего не поняли, ими никто не занимался. Ну, то есть формально к ним отнеслись, зарегистрировались, зарегистрировались, давайте там, выплывайте дальше как можно. И из-за того, что у них ничего не получилось без поддержки, без объяснений, без наставлений, они просто бросили. А потом через какое-то время познакомились с нами, пришли к нам и стали изумрудами. Поэтому, друзья мои, я все знаю, означает на практике, я ничего не знаю, расскажи мне. Успехов вам! Субтитры сделал DimaTorzok